1 2 3 4 5 проверка связи тема будет жесткая рулет тв проклятие или благословение что человек выбирает неужели всегда только благословение взрослая тема посмотрим кто что сеет как говорится тот и пожинать будет ничего нового нету под солнцем ничего нового под солнцем нету кто маленький проходим мимо кому не интересно тоже кому интересно ставим лайки папа продвигаем публикацию поддерживаем автора меня то есть да хоть как-нибудь все поехали это реально это не так просто как кажется зайди поговори привет привет вы песни поете в караоке не я разговариваю такими как ты и другими людьми чтобы меня было слышно и понятно о чем вы разговариваете но тема сегодня благословение проклятия слышал такие понятия в жизни есть благословенные людей проклятые ну да слышу но как ты думаешь поистка благодать понятия 3 составляющая благодать выйти с этого круговорота событий возможно или нет то ли благословен то ли проклят других вариантов не бывает как ты думаешь а благословенный человек делающий добро когда тебя люди благодарят ты благословенный когда ты делаешь злой если меня люди благодарят то я благословенный ну с их не стороны да с их не стороны те которые которые тебя благодарят а со стороны вселенной я благословенный не всегда не всегда может тебя наняли как киллера убить какого-то человека конкурента и он тебя поблагодарить денег даст но со стороны вселенной а вся вселенная будет против прийти много людей тебя благодарят это хорошо это значит я благословенный но с лишней стороны да а со стороны вселенной спроси у нее я же вот это хочу поразмыслить как вселенная она и нас так благословила ты понимаешь вселенная нас ты уже живешь ты уже благословен ты один из тысяч из миллионов ты выжил и живешь ты уже благословенный а как ты прожил терматозоидов образовался я да 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 вот как ты проживешь это тебя зависит как говорил персонаж из моего из произведения моего детства жить прожить надо так чтобы не было стыдно за бесцельно проживые годы а ты знаешь это сказка это корчагин по моему даст как заглянуть а это все я живу в этом городе городке где как бы писалось эта книга это все мыльный пузырь высосаны из пальца больного воображения такого не было вот представьте это миф ну насколько я понимаю папка корчагин это вообще такой ну как бы персонаж собираются миф не его не было мы же мы же не обращаем внимание на персонажа мы обращаем нам внимания на мысли на то есть на то что они несут понимай насладма но и ты понимаешь вот этими мыслями нас обманывают да мы в иллюзиях живем мы вылетаем белесе разве разве опять же разве это же не говорит о том что опять же возвращаясь к тому благословения человек или проклят или человеку верит лжи он проклят уже. Нет, а почему лжи-то? Разве вы не согласны с тем, что жизнь надо прожить так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы? А понятие стыда, оно отсутствует. Кого-то тебе стыдно за что? Нет, понятие стыда. Слушайте, тогда мы можем дойти очень давно. А, вот, видишь, это все иллюзия. Иллюзия. А, добро и зло это одно дерево. Это субъективное. Если бы не было бы зла, вы не знали, что такое добро. Да, для тебя добро. Для тебя добро. Мы говорим опять не об этом. Мы говорим о том, мы сейчас говорим о том, что благословенен человек или проклят. Да, да, да. Поэтому добро и зло сюда не идет никак. Так вот все-таки мы не берем во внимание там вот эти вселенского масштаба вещи. Нет. Мы говорим за то, как надо прожить жизнь. А как надо прожить жизнь? Я считаю, что надо прожить жизнь так, чтобы голуби, летя на твоем памятниках, стеснялись гадить даже меня. Даже голуби стеснялись гадить. Ну, все равно найдется, кто нагадит, ты знаешь. Очень может быть. Не без этого. Да. Иисуса Христа того распяли. Иисус Христос прожил жизнь идеальную. И его убили. Недолго он жил. А кто его убил? Завистливые люди. Нет. Он сам себя принес на Алтай. Не, ну все-таки. Он сам себя принес на Алтай. Не, ну подожди. Он сам принес на себя. Ну как? Если вы ссылаетесь на Иисуса Христа, его не убили. Он сам туда пришел. Не, 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 не. Он сам хотел, чтобы его разбяли за грехи человечества. Как нет? Да, именно так. Ну, убили. Он отдал себя. Он отдал. Он сам себя отдал. Конечно. Он мог этого не делать. Не, ну его хотели убить. С первой пропыли. Вы помните его разговор с Польте Пилатом? И что? Он его отпустил. Полтин. Конечно. Я про это и говорю. А люди захотели. А мы их, пусть мы будем виновны. Пусть это проклятие за его кровь будет на нас и на наших детях. Люди себя прокляли сами. Он себя, он позволил себя, он себя принес в жертву за все человечество. Он себя принес сам. Так он бы пришел и людей бы не спрашивал. Представляешь, он бы пошел на гору, где-нибудь удавился и все. Ну люди его убили, ты понимаешь? Он бы мог бы себя где-то там зарезать. Сами, чтобы показать. Зачем? Что показать? В смысле? Что показать? Его убили. Чтобы люди, он сам себя принес в жертву. Чтобы люди увидели, какие они сволочи, чтобы изменились в лучшую сторону. Да, ну. Кто изменился? Ты изменился? Да. Ну ты, ты изменился. А вы веруете в Бога? Я верую. Ну а зачем вы так говорите? А потому что я так говорю. Вы изменились? Я? Да. Я себе не могу говорить. Со стороны, кто меня знает, он скажет, я изменился или нет. А это не кажется мной, чего кажется. Я себе ничего плохого не вижу. Хотя я могу... Вот, и исчез. Ой, блин. Ладно. Что такое? Что за херня? Куда я нажал? Что за нос? Красный нос. На хрена мне этот красный нос? Блин, блин, капец. Что это такое? Не знаю. Какая-то чушь. Да. Что? Как там в Америке? Все нормально. Скажи, у меня тема такая. Про благословение и проклятие. Вот, бать, люди проклятые. Что не делают, знаешь, как песня поется. Что бы мы не делали, не идут дела. Видно, в понедельнике их мама родила, знаешь. А как будто, ну, удача по жизни так чешет, как на твоей машине, так по Бродвею. Яу! Простенько. Что это такое? Не знаю. Наверное, все-таки. Не знаю. У меня как бы есть один такой пример, знакомый мой. Бывший друг. У него так и есть по жизни всегда. Неудачник. Он как будто проклятый. Проклятый. Но он и ни жизни нету, ничего нету. Да, и живет как-то вот непонятно. Даже в Америке, да? Нет, он в Германию сейчас живет. А в Германии тоже неплохая страна. Да. Я его отсюда выпил просто поэтому. Понятно. Потому что нельзя нарушать закон джунглей. Надо работать и не перепригать через голову. Я его обратно отправил в Америку, в Германию. Жил там, вот и живи там и оставайся. Все правильно. Так а скажи, как вот проклятие зарабатывается? Это может папа-мама виноват, а может сам? Ты знаешь, я не знаю. Ты знаешь, иногда даже... Можно передать через, блядь, прадедушек, прабабушек. А вот этот колхозный пример, что посеешь, что пожнешь. Оно годится? Посеешь, что пожнешь. Ну, я думаю, что... Ну, как бы, в принципе, в чем-то да, в чем-то нет. В чем-то да, в чем-то нет. Он мне тоже говорит, типа, как ты живешь в Америке, блядь, там вокруг одни пидораски. Я говорю, ну как детей ты воспитаешь, так и будет. Если ты макнешь на них рукой, хочешь быть пидорасом, но будь пидорасом, хочешь быть лезбиянкой, но будь лезбиянкой. Они и пойдут этим путем. Иногда ты воспитываешь детей в правильном духу, то они пойдут по правильному пути. Да и все. Не знаю, как-то. Я так считаю. Чтобы меньше было общения друзей, товарищей. И ЖГБД. Да. Сатанисткой. Да, что ж такое? Я хочу включить. Да. Понятненько. Ну, а благодать, ты такое понятие и слышал. Благодать. Люди поблагодят, ты живу. Чтобы они не делали, в них всегда все хорошо. Ножопие сюда волосы есть. То есть, у них всегда по жизни все хорошо. Значит, везет им. Везет. Вот это везет. Знаешь, круто так бы, чтобы везло. Но ты тоже, наверное, что-то куда-то попасть. Сорвать джек-пот. Джек-пот. Знаешь, я, скорее честно, и право, где-то, может, когда-то, давным-давно я сорвал жизнь джек-пот. Я был обычным строителем. Стоял на коленях, флик выложил. Капец. И в один день, в один день, в минуту, буквально два часа общения с одним человеком, я стал директор строительной фирмы. А как так? Что это случилось? Ты кому-то понравился? Ну вот. Нет, просто я выполнял одну работу на правительственной даче. Генподрядчику, наверное. А он потом взял там другую работу, и он хотел видеть меня как директора. Я набрал бригаду, и люди работали. Он тебя поднял? Да. Ты стал как прораб, да? Как бы типа прораб, да, начал подгонять дешевую рабсилу, ну, подешевле работников, чтобы и самому заработать, и чтобы ему было дешевле. Вот так я стал случайно, сам из бывшего плиточка стал, блин. Ну, ты кому-то попал в глаз, понравился, правильно? Да, ну, наверное, но потом мне квартиру подарил за это. О, блин. За то, что я столько работы сделал, да. Молодец. Тебе тоже повезло, говорит. Как хорошо. А на береге пришлось самому начинать ламинат стереть, паркет бить, как бы, на коленях стоять. А вот скажи мне, почему я тоже работал с одним человеком, были, ну, как, одинаковые монтажники, сигнализацию делал. И потом, ну, там были конфликты на работе, такой вот, как раз такой хороший момент, и он воспользовался, и открыл себе фирму, и, ну, как бы, вот, ну, короче, стал начальником. И вот он, этот начальник, раньше мы вместе работали, и он стал начальником, и он начал требовать то, что он сам не делал. Он такой дотошный стал. Я с ним два объекта сделал, и идти в страку. Ты, с нас никто так не требовал. А он начал докапываться, потому что все мелочи знает. И что-то так, что-то такое уж хотел, а меньше платить хотел, понимаешь? И почему-то этот раб не стал господином. Из грязи князю попал. Из грязи князю попал, мы говорим. Да. И как этот раб не стал господином? Он где-то брат. Эт, блядь, что-то, честно сказать, зависит от внутрь человека, скорее всего. Да, я так не доработал. Если изначально человек внутри гнильё, да, то он гнильё. Когда-то это гнильё выйдет наружу. В любом случае. Понятно. Я так считаю. Это не изменить. Понял. Я думаю, что нет. Печальный разговор, конечно. Ничего хорошего мы с тобой... Надо всегда мыслить позитивно. Негативно. Надо всегда жить на позитиве. Я же хотел увидеть место чуда. Оказывается, как был говно, так стал большой говно. Деньги делают человека большим. Был хороший, маленький, хороший, стал большой, хороший. Был маленький какашка, стал большой дерьмо. Вот где-то так, да? Ну, не знаю, не знаю, не знаю, как бы... Ну, я смотрю, политики, политики. Говно, говно вылезли, а потом обжираются ненасытные. Грабят народ у нас в Украине тут, знаешь. Грабят, грабят у таких глазах. Да, не только в Украине, да везде, везде грабят. Да, только дорвался до власти, сука, уже. А я думаю, а что я дорвусь до власти? Мне жена говорит, да ты, блин, сам коррупционер. Смотри, смотри, как ты там поступил, там поступил. Я говорю, да, блин, ну что делать с этим? Я понимаю, когда я, бедный, не хватает, я там что-то там взял, попросил и попросил. Сэкономил, там взял туда-сюда. А когда, где уже, вот так уже, вот так, а он все, мало, мало ему. Вот это я не понимаю, может... Не, что-то мы все одинаково имеем, такие надкушенные. Как по-украински говорят, что не зим, то понадкусываю. Понадкусываю. И шапку туда кинул, и мне тоже, и туда, и воню. Да, да. А сад, ты, говорит, нахуя, брать, я там гуряк посажу, да, блин? Да, 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 да. А вот смотри, я там сегодня слышу, вот это вот Мариуполь, вот эти областя захваченные. Там сейчас завозят русских из глубинки людей, заселяют эти дома, которые там побросали. И вот они же тоже, вот понимают, что это чужие дома. Чужие дома, кто-то жил там, какие-то фотографии на стенах остались, понимаешь? И он же понимает, что это, сука, как бы ворованное, и не то, что тебе подарили, а это как бандитизм государственного уровня. И он, я думаю, он думает, что он будет счастлив в этом доме, он рассчитывает там... Хочешь, я скажу тебе такую вещь? У нас в Мариуполе, во-первых, одна семья сюда приехала, муж с женой, да, они жили в Мариуполе. Ихняя дочка с мужем тоже с Мариуполью здесь живут, в Америке живут, в Барлингтоне, здесь недалеко от меня, 20 минут ехать. И они приехали сюда, когда там была совсем жень, да, когда война там сильная была, в Мариуполе. А потом им позвонили соседи, сказали, возвращайтесь, Артем, возвращайтесь от Люда. Ну, они взрослые, они мне гадятся, родители, ну, что скрывать, да. И они развернулись, уехали из Америки. И хорошо там? Дочка с мужем здесь остается, они развернулись, уехали. Говорит, я спрашиваю его дочке, как там, все нормально, дороги сделали, стройка кипит, все кипит. Люденька, кто потерял квартиру, всем квартиры дают. Дают, да. Значит, какая-то вранье есть. Наверное, все-таки русские красавчики. Мариуполь, Мелитополь, например, я с двумя общался с друзьями. Говорит, Мелитополь вообще расцвел нахуй. Дорога на дороге, здание на здание, все выстроили, все вообще идеально просто. Идеально, говорит. Потому что, честно, без пизды, ни одна на тебя, Артем, как другу, говорю. Вот ш... Я говорю, а зарплаты? Да, говорит, пенсия, у моей бабочки, говорит, пенсия получается, о 200 долларов. Ну и в рублях я имею в виду, не в долларе, естественно, а в рублях. Я понял. Ну, хуй его знает, как я, знаешь. А ты сам откуда вообще, если не секрет? Киев почти. А тут где живешь, в России? Киев. Киев, да. Пригород, да. Да я сам, я сам бывший гражданин Украины. Я сам прожил 25 лет в Севастополе. Ну, ты же не жалеешь, что ты уехал. Там же все-таки лучше в Америке. Или там надо пахать больше? Пахать надо больше. Пахать больше. Я тоже. Сколько у тебя уехали, все-таки, кажется, несчастные люди. Пашут прямо. И башкой, и башкой, и башкой надо пахать. И руками. И руками. Когда ты начинаешь башкой, башкой начинаешь больше пахать, то руки уже отключают, уже на тебя пахут. Ага, да. Ну, все равно увидишь. Своего близкого друга, кстати, вот честно. То есть я рассказал в Германии от Прады, он сам сровно, да, в Западной Украине. Он у меня в Севастополе работал прорабом. Работал прорабом, да. Он был моим, я уезжал в Египет отдыхать, в Таиланд, он был вместо меня, главный. Вот. И я говорю, что ты в Германии делаешь, какая у тебя там зарплата? Да у меня там 2 500, 2 700 евро получается. Так давай ко мне в Америку, давай. Я тебе куплю билеты, приезжай. Да. Он приехал сюда по программе You4You, как беженец украинец. Я ему купил билеты из Франкфурта на Майн, он приехал в Сиэтл прилетел. И он у меня работал. Ну, было такое в неделю, там, 4 штуки заработал. Было такое, что в месяц 8 штук заработал, да, как бы здесь. На стройке, он хороший, малярд, да, там, скопьёвит, красит. Ни хрена себе, блин. А потом, у нас получилось до Нового года, знаешь, у нас просто Рождество, Новый год. Рождество, Новый год. Да, у нас получается в работе бывает затишье. Ну, тут такое самое, прямо месяц, провал, провал. Да, полный, полный провал. Да, да, да. И он неделю посидел, а он, видать, что-то кажется, мне так кажется, я не буду брать, может, он увлекся, все-таки казино, вот эти игровые автоматы, да. И сидит, психует, денег нету, психует, денег нету. А куда он их делал, такие бабки зарабатывал, денег нету, блин, охренел. Да, и все самое интересное, он снимал за стенкой моей соседки комнату и жил бесплатно. Он ей ремонт делал и жил бесплатно. И куда он деньги тратил, я тоже не знаю, но суть не в этом. И он, короче, начал, позвонил, блядь, директору одной компании, здесь евреи ей, да, с Израиля, ну, компания, кто со мной сотрудничает, да, евреи. И пошел, взял у них работу напрямую. Отгад. Один раз, второй раз взял. Понимаешь, ну, он машину всегда ставил перед ходом, а эта машина поставил на гостевой паркинг и через балкон вытаскивал инструменты, чтобы я не видел. Капец, ну, говно ж такое, да, мелочный чувак. Да, да, и моя жена как раз-ка вышла в почту смотреть, приходит домой, Арсен говорит, слушай, Андрей, говорит, через балкон тянет инструменты в машину. Говно какое. Уэй, куда ты исчез? Ну, все, ладно. И, как бы, я ему на это заступал. Да-да. Ну, это неприятно. Ты же ему помог. Какие-то люди неблагодарные бывают. Ты как помог ему, все нормально, чтоб так было. Ой, опять тебе темно, темно и темно. Да. Вот такие дела. Так что надо быть благодарным, наверное, чтоб быть благословенным. Неблагодарные будут сосать, сосать палец. Да. Алло. Тишина. Алло. Поехали дальше. О. Повидавший виды человек. Битое лицо, шрамы. Ну, это уже, я смотрю. Помятый. Не на золотых приисках я там. Ну, это был. Понятно. Скажи, вот, у меня тут тему такая. Благословенные люди и проклятые люди. Ты видел таких? Прокаженные, может, прокаженные? Не, прокаженные, это больные на всю голову и больные. Не, ну, не всегда, не всегда. Ну, есть просто такие, ну, им не везет. Что бы они не делали, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Знаешь, такая песня. Ну, знаете, если бы человек был бесполезен, он бы не родился с нас, значит, по-любому есть какая-то закономерность, которую мы не можем. Ты еще не вникал в эти процессы, да? Вы знаете, как? Нет. Слабый помогает сильному. Как всегда был, есть и будет. Это естественный отбор. Слабый или сильный? Слабый помогает сильным установиться. Слабый помогает сильному становиться сильнее. А что же слабому делать, кто же ему поможет? Ну, как? Он тоже помогает, он тоже становится сильнее за счет, за счет сильного становится сильнее по-любому. Если какой-то делает вывод. Короче, что посеешь, что пожнешь, правильно? Ну, да, я считаю так. А по-другому никак. А если так разобраться, то нас ждет большая срака, правильно? Сколько зла сделано в мире? Ну, сколько зла посеяно. Кто именно? Ну, вообще глобально, глобально. Слез пролито. Ну, глобально, это же все-таки глобальная политика, это же, знаете, не политика одного государства. Вот сегодня у нас как бы 4 человека убито в Киеве и 20 ранено. Ну и что? Не, ну ничего. Это американская политика западных стран. Англосаксы восстанавливают. А это они нас бомбят, это они нас бомбят, американцы. Нет. Нет. Вы просто поживаете плоды своего правительства, которое никого от нас не оценит. Мы сами виноваты, да? Мы народ не имеем. Понятно. Ну, давай, поживай свои плоды. И нахрен все. Свои плоды. А какая рожа? Упитанный человек. Скажи, ты была славянной или проклятой? Ты пидара свою рожу видел? Нет, хуесос старый. Базаришь супер. Проклятый. Ты пидареный. Ты пидареный, пидареный. Как золупа, блин красный. О, опять. И вот опять. Снова. Не так много людей сидят в рулетке. На самом деле, я считаю, что это попадает. Приезжайте к нам в Магадан, помните? На Колыму. Приезжайте к нам на Колыму. Мне лучше вы к нам, да. Мне интересно. Скажи, вот мне тема такая, благословенная и проклятая. Вот здесь люди благословенные и проклятые. Почему так бывает? Вроде бы все живут на одной планете, но одним... Это Господь располагает, а мы даже предполагать не можем. А как? Это он так избрал. От тебя ты будешь мучиться, а ты, красавчик, будешь жить хорошо. Нет. А как? До седьмого колена кто, кого проклят Господь? Кого? Неверных, которые осупились от Господа. А он мстит, да? До седьмого колена будете мучиться. Так он злой Бог, получается. Злой Бог. Меня не послушали стояло. Потому что это был иудейский Бог. А, иудейский. Это был иудейский Бог. А потом пришел подобрее Бог. Пришел Христос и сказал, «Я несу любовь». Все. А иудейский Бог проклял все наши преды. Иисус говорит, ребята, за то, что вы не приняли, не поняли дня посещения, вот кто же я, и вы не поняли. Иудейский Бог. Храм ваш будет пуст. Не останется камня на камне. Нас проклял, да. Вас всех рассеют нахрен. Значит, Иисус тоже был злой. Иудейский Бог, злой Бог. Все правильно. Иисус тоже злой. Нет. А Иисус, наоборот, пришел, чтобы привести любовь к людям. Ну, он же сказал, будет все ваш дом пуст. Да брось ты. Он сказал, что так. Это все эти, как их, комментаторы, нахераси. Он сказал, я буду приду в следующий раз уже не спасать, осудить. Спалю вас нахер. Найду ли веру на земле. Ну, вот и это правильно. Найду ли веру на земле. Приду. Вот это правильно. Приду я второй раз. И если так со мной встретить, как первый раз, ну, горишь, вам будет. Вот это правильно. Вот я с ним согласен. Да, да, да. Да. Иудеев надо гнать каленой медлой. Сейчас нас услышат и нас забанят. Все, давай. Кто за? Да, тут же есть. Людей. Конечно, они везде. Это точно. Это точно. Ну, давай. Этот? Да. Тинькофф, докажите, Кингману, что? Че, типа? Уф, Гарнфуд. Так, надо подавиться, что тут я. Кто там, что там здесь? Ты, ты. Ты, блядь, старый пёс, блядь. Кто старый? Ты старый пёс. Ты старый пёс. Ты на себя посмотри, кто ты там. Что ты там, это? Мне 40 лет, а тебе сколько, ёбаный в рот? Сам ебись в рот, придурок. Мат меня застилешь. Бросокамер. Я не была в мысли. Чёрноленки не хватает. Шум надо у вас. Тут разговор пойдёт, наверное, тет-от-тет. Уже наговорил. Дай бог. Скай вид. Пошли против. Ильбан был хорош. Сейчас хороший микрофон, можно даже тише говорить. Какие-нибудь такой громкий. Скажи, вопрос такой. Вот есть люди, благословенные люди, у них всё хорошо. А есть проклятые, у них всё плохо. Почему так бывает? Я не знаю, почему украинцев это касается. Украинцев? Причём, как украинцев? Приклик, проклятый народ. Да, а почему? Что ж такое? Да, у вас проклятые. Кто? Вы сами себя, вы сами себя. Серьёзно? Да, украцент. Да, а ты красавчик, ты была слоян, была избраны человека. Да, 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 да. Всё, пока. Тридцать левец. Так, шо ж тут такое? Угу, угу, угу. Ту-дю-дю-дю-дю. Та-дам-дам-дам-дам. Шо ж там такое? Ого! Ого! Ну, вставай, рассказывай. Тему. Ого! Таня, ну нафиг. Ну нафиг, поехали дальше. Здравствуйте. Привет. Студия Кровомультиков и приключений. Я какая-то тема идёт, подкаст или так просто? Так, поговорить, пообщаться с хорошими людьми. Ну давай поговорим. Я о чём-то высоком на духе. А у меня тема, да. А я не знаю. А у вас тема какая? Да, я тему такую толкаю. Есть люди благословенные, а есть люди проклятые. Почему? Я считаю, что вы слишком узко мыслите. Я думаю, есть как минимум ещё один вид. Какой? Сейчас липчика. Нет, не счастливчик. Счастливчик – это люди благословенные, как раз-таки. У них всё в жизни рано или поздно складываются. Люди проклятые, которые постоянно терпят неудачу. На них много чёрной энергии. Это не то, что плохие люди, просто как-то так в жизни получилось, что на них есть эта чёрная энергия. Есть третий тип людей, которые не хватанули сильно чёрной энергии. Такие, знаете, серии мыши, которые всю жизнь живут одинаково и не высоко, не низко. Это вообще хуже, чем быть крадет каких-то, да? Нет, почему? Нормально, такая тёплая. Ну, как бы каждому своё. Кто-то так жить не согласен, кого-то это порадовало бы. Кто-то так живёт. Вот, и всё. Но это минимум, который лично я вижу. То есть, по-любому есть ещё и середина. И плюс много же граней всего этого может быть. Жизнеудивительная штука, на самом деле. Да, но она кончается. Конечно, в любой момент мы не можем знать, когда это произойдёт. Это удивительная штука. Все поделают. Поэтому она и удивительна, потому что мы удивительно очень часто рождаемся и ещё более удивительно иногда умираем. Как нелепая смерть, говорят. Всегда смерть нелепая. Да? Она не нелепая. Она не может быть нелепой. Она просто, ну, типа... Вот так суждено. А вот есть такие прямо истории. Смотришь, оттуда убежал. Чуть не убили. Прибежал сюда. Тут чуть не убили. Потом туда прибежал. Там убили. И как бы ни мерал, накрывали. Я знаю, если брать из жизни нелепые истории, это произошло всё в одном доме, девятиэтажка, по-моему, там три или четыре подъезда, ну, общежитие. И один выпал с третьего или четвёртого этажа и умер насмерть. А в течение недели другой из этого же дома выпал с девятого. Бухой в говно и встал и пошёл домой отдыхать. Ну, понятно, что тебе потом там ногу пошёл в гипс, замотал с утра, когда уже протрезвел там что-то ребра, может. Но как бы пролетел в два раза больше расстояния, остался жив, расстояние намного больше, сами понимаете. Ну, девятиэтажка. Так что вот это, наверное, нелепая смерть, и это выглядит удивительно. А так, в принципе, ну. Просто он не должен был умереть от этого. Алкоголь сыграл злую шутку. Расслабил человека, и человек спать. Я слышал, даже была реальная история. Короче, какая-то была ситуация. Короче, ружьё бы висело на стене. И там, чтобы провоцировать, там этот человек зарядил этот патрон, чтобы там тот другого... Он просто пугал там. Типа муж жену пугал иногда. Оно не заряженное было. А вот этот сын, там, по-моему, сын, что-то не это... Он зарядил это ружьё туда, патрон загнал. И потом, короче, случилось так, что, короче, скандал в доме, а сын этажом выше жил. Как-то получилось. Короче, сын выпадает с окна, а мужик вот так взял ружьё и стрельнул в окно. Пролетая мимо этого этажа, пуля попала в этого сына, который положил патрон. И он уже мёртвым долетел до низа. Понимаешь? Вот такая интересная история. Человек, который копал яму к другому, он сам от этой пули пострадал. Нечаянно. Сегодня, буквально, мы на эту тему общались, человек как раз хотел сделать плохое и сам въебался в жир ногами. Причём, ну, практически в такой же. Удивительная вещь, как карма, она тоже работает. Работает карма, да. А как бы, чтобы хорошее сбывалось, знаешь? Плохое так быстро всё бывает, а бывает нет. А, ну, как бы так... Нет, плохое обычно сбывается быстро, но лично я для себя понял, что... Нужно думать о хорошем и делать хорошее. Ну, условно, сейчас я скажу вам просто какие-то тёплые, добрые слова, как бы... И вот всё, мы не увидимся никогда больше, даже здесь в чат-улетке. Но просто я сделал какое-то добро человеку, думал позитивно, хотел чего-то хорошего. И оно, конечно же, сбудется, потому что, ну, как бы, это хорошее, я делал для этого. А вы смотри, у меня пару дней назад был разговор с одним человеком. Не вчера, позавчера, по-моему, да, позавчера. И он говорит, ну, говорили, там, так вот, по душам. У него там четыре, ну, короче, три сына, там, дочка, семья. Он говорит, чем ты счастлив, что семья, дети, всё. И он такое наслаждение получает. Ну, русский, всё. Что, так поговорили, поговорили. Вроде так хорошо всё выглядит. А потом страшное, ну, и как. Оказывается, два его сына в СВО пошли. Вот. И получается, как бы, всё было бы неплохо. Но я живу в Украине, а его дети пришли сюда. И как мне не сказать, твои выблядки пришли сюда убивать моих, этих, ну, моих земляков. Ну, ты же, сука, проклят от меня лично. Вот лично я за то, что твои пришли сюда, не знаю, может, защищаю. Слушай, ну, здесь знаешь, чем прикол? Я недавно общался с человеком, он очень крутой в плане, там, духовного развития и так далее. Ну, определенных моментов в йоге именно. И он очень крутой, мировой именно, короче, типа. И мы с ним сидели, общались, и он сказал такую вещь, говорит, пойми, что, типа, вот, ну, вероисповедания, раскиданные, типа, по всей планете, не просто так. Так, вот здесь у вас, именно вот где вы находитесь, вера православная, она имеет очень большое влияние. Эта часть, там, ну, в его понимании, это по-другому все происходит, там, космос и так далее. И слышит вас, и когда вы делаете, ну, как бы, обращаетесь именно к ним, оно и работает. Так вот, что я хотел сказать. То, что происходит сейчас на Украине, все только потому, что это, все дело в вере. Война идет не против, там, украинцев, не против НАТО. Ну, карма, карма какая-то сбывается. Борьба идет за веру православную. А, за веру православную. И украинцы веру православную предали, и беса впустили в храмы православные. А, и надо православным отвоевать. Добрыми русскими людьми. И поэтому сейчас вся нечисть страдает, бьется в конвульсиях, ей плохо. Это вы себе придумали, да? Она будет страдать, ее будет не просто победить, потому что это черная энергия. Но рано или поздно, добрые русские люди, вера православная и чистое русское мирное небо стершествует над всей территорией так называемой окраины Руси, Южной, Крым, Новороссии и Малороссии. В чем суть православной веры? В чем суть православной веры? В чем суть православной веры? В вере в Бога? В какого? В нашего православного Бога. Какой Бог? Я не проповедник, я не буду с тобой об этом говорить. А у вас какой-то свой бед? Я не батюшка, у меня нет духовного сана. Ну ты же так говоришь, что вот эта вся беда из-за того, что... Я понимаю для себя как это, а ты должен осознать это сам. Придя в веру православную. Я не вижу в этих попах ничего хорошего. В православную веру. Ничего не вижу. Нет, ты должен прийти сам. Это не попы тебя должны. Ладно, спасибо, спасибо за советы. Все, давай, спасибо за ответы, советы и все. Всего тебе хорошего, светлого и ясного. Пока. Пока. Светлые и ясные. А оказывается, нихера бля. Здорово. Привет. Что у тебя там за череп улыбается? Да не знаю, просто череп. Могало ездят на шапке. Ты на заказ сделал? Нет, просто в магазине купил. Один, такие шапки продают. Ладно, скажи у меня такой вопрос. Я просто сделал такой обзорчик для себя. Опросов людей по поводу... Подожди, микрофон чуть подальше убери. Кто фонит. Фонит. Тише же делаем. Сейчас тишь. Так не будет ходить. Ладно. Есть люди, благословенные, есть проклятые люди. Встречал же таких. Есть счастливчики, а есть такие, которые... Может быть. Да. В чем суть? Почему? Не понял вопроса. Ну вот. Люди... А как бы все одинаковые живут в одно время. Но одним везет, а другие побираются в конце с концами. Их не везет. Почему так включается? От чего это? Ну, наверное, как жить поступит, бл**ь. Кто-то, я не знаю, бл**ь, собирается свою жизнь менять, а кто-то нет. Кому-то похуй на нее. А что значит поменять жизнь? Я даже не квартиру поменять все-таки, но машину поменять. Я понимаю. Может даже... Ну, в прямом смысле. Если ты живешь и, бл**ь, я не знаю, как бомж ходишь, бухаешь, ну, это твои проблемы. Если тебя эта жизнь устраивает, то это твои проблемы. А если ты хочешь что-то поменять в этой жизни... Короче, сам виноват, мужик, да? Или сам сейчас липчик, чтоб такой крутой. Нет. Просто я тебе про то говорю. То, что, во-первых, я не верующий человек, я атеист. Это раз... Типа... Алиби. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет, я просто думаю о том, что если как ты вопрос задал... Ну, бл**ь, ну... Каждый сам, так сказать, уволен в своей жизни, бл**ь. Да. Ну, некоторые вмешиваются в жизнь другого и начинают указывать. Законы принимают... Налоги облаживают потом, там, вот, правила... Ну, это ты уже в политику полез, это уже совсем другой. Так вы же в это же... Если ты конкретно за жизнь человека, спрашиваешь, кому я тебе ответил. Даже Бог, что там, а Библии написано, как поступать, а как не поступать. Он тоже вмешивается. Почему нет? Вмешивается. Говорит, ты умрёшь. Нет, ну, как жить человеку, каждый решает сам себе. Сам себе. Понятно. Ну, спасибо за твой такой вот позиционный вопрос. Там себе... Как оператор. Раньше было... Я неправильно ответил. Сам себе режиссёр. Снимаю кино, как хочу. Понятно. А куда? Каждый сам своё кино снимает. Да? Всё. Давай. Будет интересное кино, наверное. Всё. Пока. Так. Что там вы пишите? Пишите что-нибудь или нет? Привет. Привет. Будем... А, всё. Никого нет. Привет. Привет. Всё. Привет. Никого нет. Привет. А зачем вот это вот привет? Нет? Короче, ещё один человек... Бля... МадамEDэббббббббббч. Что такое, страшно? Чего? Это… Чё ты такой, весь чёрно-белый. Так хочешь? Хочешь, да? Хочешь. Я же не красавец в нем быть вот этим... отцветным. цветным тоже страшный так проще перец закрыться кожица так то неплохо кстати художественные снимки самые до сих пор считаются в черно-белыми почему-то не цветными 2 то двухцветные тоже классно смотрится 2 литр это качек 2 черно-белая как раз и есть не любит красный коричневый там тело когда не классика считается именно черно-белым потому что так она начиналась и до сих пор считается профессиональная фотография считается только черно белый профессиональные фотографы так и делаю я до сих пор я кашу под профессионального оператора кстати несмотря на то что какой ты страшненький а в черно-белом вид создать хотя бы как-то выделяться давай еще пару вопросов встречал наверное людей у меня такой опрос я тут людям одни эти самые вопросы ну когда как сегодня одни завтра другие они все сейчас одинаковые не не у меня другие предсказуемые удивить может и про удивить они давай давайте поиграем пророка уже уже состоялся в этом она уже есть а вдруг ты угадаешь даже может и прорицатель и ты будешь знать будущее скажи какие у меня как бы она противоположные вещи эти наводку такую даю об одном но на противоположное о чем какие вопросы создают перемога это банально интуиции включая это полезно ну давай тоже немножко слушай у тебя сейчас интуиция может быть какая угодно нет я не могу брехать меня уже знаешь уже где-то человек всем уже было она история записана ты просто если попадешь и не попадешь ну в эту струю и все тону похуй не пофиг по планту я начата не хочешь просто интересно ладно не будем так хорошо и один задам эти вопросы ты можешь встречал людей из разные люди но если попадаются красавчики такие благословенные люди не все хорошо а есть проклятые никулин там да никулин пил чтобы они не делали не идут дела видно в понедельник их это не никулин пел это мирона вообще-то пил а никулин такой сидел и охуевал что они не делают не идут дела видно в понедельник их мама родила крокодил не ловится и растет кокос плачут богу он молится не жалея слез вот такие люди бывают папа папа такому случилось мочит назарей певец почему так бывает кто-то так вот родился и стуком или это понедельник во всем виноват понедельник лишь бы взять и отменить а ты я не знаю каковы у тебя предположение с чем это связано на решил прошлой жизни что мне интересно я наблюдаю наши наблюдаешь мы живем как бы параллельные в одной реальности кто-то как классно устроился кому-то кто-то уже умер меня уже но одноклассников некоторых нету людей уже ну короче побила жизнь конкретно к моих таких у года кто-то как-то где-то еще живет кто-то уже не очень вот рэнд дом знаешь есть такое понятие как рэнд дом это как вот и в тот ты в танке компьютерные игры играл кого-то ты стреляешь пробиваешь пробил рикошет ну то же самое рикошет у кого-то броня криска танки наши быстро я видел человек такой нескладной но ему повезло реально повезло так удача подсобила так тут есть такая теория знаешь называется вероятности надо попасть в то же время в нужное место и в это время и в нужное место надо попасть ну почему знаю поэтому лотерея а у многих а у многих уже ты родился у тебя уже и нужное время и нужное место для уже все расписано и же все ушли и ты еще можешь запроебать а кто-то из грязи в князи ну не понятно сам почему так жизнь сложная штука вот все что могу сказать сложно короче ты это никак не везение везде не просто вот так ты берешь кубики даешь один кей выкинет единицу другой шестерку с чем это связано вероятно щихил надо там формулы просчитывают теория вероятности правильно ты сказал теория вертал они считают тебя два раза шестерка упала то ты не жди там надо пропускать ходы я шу потом позже было да если у тебя три раза выпадет шестерка то да ты реально будешь везучий какой-то а если два раза это тоже не о чем все таки но а вот колхозники они знают кто же же не так играет в эту рулетку не сидит но там погода не подвезло до дождик не упал и высохла и пропал урожай а у другу все нормально об этом раз саранча сожралась один за дуночь это не не ничем не объяснишь если боженька есть то он просто над нами издевается пидорас редкий сон есть страшная педрила тебе так не повезло по жизни не а ну вот и ты сам только что примеры привел люди стараются что-то делать а тут раз а может и ни при чем посмотри он просто сделал сделал тебе планета там насадил все это живите как хотите ты не даешь договорит если боженька и есть дом у нас создал потом по своим делам улетел и послал нахуй и живите как хотите это тоже хотел сказать ты меня передел он знаешь вот если бог есть если ты на этот счет переходишь да у там по поводу существования нашего путия вот знаешь как писатель пишет книгу он написал книгу самого писателя в этой книге нет не иногда есть иногда иногда но в основном его нету есть создал вселенную поставил на полку и пошел писать другую книгу а мы в этой вселенной живем ему на нас уже по может быть так я не знаю это мы можем только рассуждать да вот это еще один вопрос надо следующим передачам нибудь этот вопрос да как-то надо его правильно закрутить а так вообще-то я ты из но немножко а гностик чуть-чуть как удобно наш человек себе делает кто-то филателист кто-то но без матча у тебя атеисты филателиста то это же какая польза тататат твоего атеизма ну какая польза вот филателист он может марки не я буду чей атеиста могу быть и филателистов да ну вот а смысл тебе быть атеистом если бога нет то и хрен с ним а если он есть тебе не очень а где он хорошо бог и прячется где-то в темном углу там ты играл блин это такое банальщина уже примитивно south park у меня одна из любимых игр первая часть south park да ты не поклонник south park я вообще игры эти шарики это бум-бум вот это вот есть в андроиде такая игра шарики надо давить вот так вот зума гиза зума зума кстати классная до зума то надо их вот так вот выстреливать цвета попадать джопа не исчезали потом а то одни из самых лучших игр вообще в истории зума до обожаю тоже эти игра по другой они и не понял эти игры а еще самолетики летать было прикольно ты летаешь хороший когда графика так войдешь у к большой экран так входишь в этот образ бомбишь там стрелять самолета так прикольный крутишь пусть эти бои-то тебя заносит там пока вы же да 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 так прямо переживает аж потеет потом все это убрал а ты всю жизнь поняли спрашиваю кто как шоу кому-то наш кто-то что-то достиг большего наш может приоткрылась там третий глаз там светит и еще какое-то озарение было по жизни обычно шоколадный не туда короче с третьим глазом как-то не удалось крутим шары по новой кручу-верчу наебать хочу ладно давай я уже тоже сегодня немножко такой пьяненький а ты трезвый такой ты такой господи так у тебя диагноз выздоравливай ребята этом еще заканчивается мне поставили диагноз мне поставили диагноз и все совсем пока никто не не любит никто меня не любит пока вы чем-нибудь помогли